Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам о траншейном способе посадки малины. Траншейный способ посадки малины – это способ посадки малины в траншеи, а не в ямы, как делают обычно. Это очень хлопотный способ, однако потраченные усилия стоят того. Для того, чтобы сделать все правильно, следует подготовить участок. Перед началом работы следует прокопать траншею. Для этого используем обычную веревку и колышки. Размечаем ряд и копаем траншею. Длина может быть произвольной, ширина траншеи 50-60 см, глубина траншеи 40-50 см. Расстояние между рядами 1,5-2 метра. Ряды должны быть широкими. Это необходимо для ухода за малины, для хорошей освещенности и продуваемости. Когда траншея готова, приступаем к заполнению траншеи. На дно траншеи укладываем древесные остатки. Это ветки, могут быть одобрезки сады, старые ненужные доски, различная грубая органика. Делаем как бы многослойный пирог. Второй слой – это различного рода ботва, помельче остатки. Это может быть ботва от томатов, может быть еще какая-либо ботва с огорода. Все укладываем в траншею. Также не стоит и выбрасывать верхний слой почвы. Так как мы делаем посадку необработанной почве, у нас остается дерен. Но в нем содержится самая плодородная почва, поэтому его тоже отправляем в траншею. Затем подготавливаем плодородную почву. Для этого используем компост. Делаем как бы подушку небольшую. Примерно толщина 10 см будет. Это слой плодородной почвы. Землю хорошо уплотняем, так как на низу ветки и они дают воздушность. Надо немножко уплотнить. Поэтому можно пройтись по траншеи ногами, уплотнить эту почву. Дальше наверх засыпаем плодородный слой почвы. Все хорошо разравниваем. Не должно оставаться комков. У нас почва очень тяжелая, глинистая. Прошли дожди, поэтому надо очень постараться, чтобы разбить эти комки. Зачем же мы готовим такую многослойную подушку в траншеи? Это необходимо, чтобы малина не разбегалась по участке в разные бока. Зачастую мы видим, как малина заполняет наши грядки, наш газон. Это все от того, что малина очень поглощает много из почвы питательных веществ, а также выделяет в почву определенные вещества, которые постепенно угнетают ее рост. В среднем малина должна расти на одном месте около пяти лет. Дальше она начинает разрастаться. И чтобы вот такого случая не произошло, для этого мы и делаем такую плодородную заправленную посадочную траншею. Следующий этап – это подбор посадочного материала. Не стоит спешить, нужно хорошенько выбирать материал. Хорошие саженцы должны иметь в диаметре около сантиметра. Толстые не стоит брать, они хуже могут приживаться. Главное, чтобы была хорошая, мощная, развитая корневая система. Высота саженцы не важна, так как мы будем их обрезать. Данные ветки, оставляем такие как бы плечики, нам нужны только для того, чтобы взяться за сами саженцы и было какое-то удобство при посадке. Дальше мы их будем срезать примерно на высоту 15-20 сантиметров. Важным моментом является глубина посадки. Не стоит слишком заглублять малину. Растение будет плохо развиваться и может даже погибнуть. Не стоит также и малину очень садить поверхностно, потому что будут подсыхать корни, малина не будет получать необходимую влагу, и растение будет плохо развиваться. При посадке малины следует ее заглубить совсем чуть-чуть, на несколько сантиметров. Этого достаточно. По завершении посадки малины ее следует полить. Это нужно для того, чтобы почва уплотнилась и была хорошая сцепка с корнями, чтобы малина хорошо росла, приживалась. Поэтому поливаем. Если прошло время, а ваша малина не начала давать корневых побегов, нужно нарушить ее корневую систему. Взять лопату, с одной стороны подкопать немного куст, растение получит стресс, иначе начнет активно наращивать новые побеги. Конечно, при посадке малины, при выращивании малины можно применять химические удобрения, минеральные удобрения. Но если вы предпочитаете выращивать малину экологическим способом, то следует применять золу. Это хорошее минеральное удобрение, экологически чистое и доступное всем. Если вы замечаете на стволиках малины небольшие вздутия, их следует удалять. Так как в этих вздутиях, в галах, живет малиновая галица. Это вредители малины, которые повреждают побеги. В итоге они могут надламываться, засыхать, и растение будет плохо плодоносить. Также следует удалять и засохшие ветки, которые засыхают в период плодоношения. Их может повреждать малиновая муха. Поэтому для предотвращения распространения данного вредителя их нужно немедленно удалить, вынести за участок и сжечь. Надеюсь, данная информация была для вас полезной. И применяя такой способ посадки малины, вы получите отличный урожай. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. И до новых встреч.